Чужие письма у нас в гостях Саша Ваш. Всем большой привет. Очень рада тебя видеть в этом кресле. Спасибо, спасибо, взаимно. Классные туфли. Да, спасибо. Это вот для ценителей моей обуви, это ручная работа. Да, от моей приятельницы Тронова. Любовь и обожание. Да, очень красиво. Спасибо. Не только туфли, просто они прямо сильно бросаются в глаза. Да, конечно. Не думай, что все остальное очень плохо. А я так и не думаю. 15 лет психоанализ. Меня так не смутишь легко. Что? Кто-то знает о тебе чуть больше, чем ты думаешь. Чуть больше, да. Рассказывай. Должна была быть съемка перед Новым годом чужих писем. Да. И я заболела. Вы знаете, да? У меня была температура 39, которая... Как ты? Ты выжила? Все нормально? Время покажет. Ты сейчас где? Время покажет. И прямо я вот до последнего сопротивлялась. Я пять раз с дивана вставала. Вот. И я, конечно, очень переживала. Во-первых, от бессилия, что я ничего не могу сделать. Да? Ну, то есть, вот, когда твое тело уже не поддается тебе. Я вот это три шага до двери, назад вот так вот на диван. И, конечно, я испытывала вину. Да? И перед гостями, которых я позвала. Ты был гостем в том моторе. И, конечно, перед зрителями, перед вами, которые купили билеты, построили свои планы, чтобы прийти на чужие письма. И помимо того, что мне было, ну, как бы фигово физически, сильно, еще и вот это вот ощущение, что, ну, ты подводишь людей, ничего не можешь с этим сделать. Такую добавочную, знаешь, историю. Очень, я понимаю вообще твои чувства. Всегда очень тяжело. Вот. Ты думаешь, что, боже, какой же я виноватый перед всеми теперь. Да. И ты, Саша, был тот человек, который... Мы с тобой не знакомы были до этого. Ну, как мы видели друг друга. Конечно, я видела твои проекты, я тебя знала, но мы не были знакомы лично. И Саша, да, продюсер, который снимает «Чужие письма», он, конечно, типа, супер все. Он говорит, я перед всеми извинюсь. Он мне звонит, говорит, я позвонил тебе, Саше. И он сказал, нет, съемка будет. Иначе ты меня никогда не увидишь. Так откликнулся, поддержал, скажи Оле, чтобы она выздоравливала, что все нормально. И Цуки, ты еще мне написал. И мне было так фигово в этот момент. И ты написал, что... Извини, 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 извини. И еще ты со своими сообщениями... Нет, и ты написал, что выздоравливай, пожалуйста. И я знаю, как тяжело даются такие решения. И вот, что такое настоящая эмпатия. Когда человек присоединяется не только к близкому, может присоединиться, которому плохо, а к человеку, которого он никогда не видел и по большому счету не знает. И просто так... Поняли референс, да, на «Секс в большом городе»? И просто так незнакомый человек стал одним из самых поддерживающих для меня в этот день. Спасибо тебе большое. Вообще не это, что рад. Эмпатия. Саш, спасибо. Помимо этого, ты первый сразу же согласился на другую дату. И еще. Ты поменялся временем с человеком, который... Я вам... Как вы будете расплачиваться, кстати? Ты вот сейчас так наговорила, что как будто мне нужна какая-то компенсация, ребята. Да, и теперь я еще раз хочу сказать. В чужих письмах, гостях. Саша ваш ценный гость для меня. Спасибо. Спасибо, ребята. Вопрос, с которого я начинаю шоу. Какие у тебя отношения с психологией? Хорошие. Меня интересует психология очень сильно. Я поэтому и согласился. Я видел твой проект. И мне было бы интересно поучаствовать в нем. Поэтому я, как ты знаешь, перенесся с одной даты. Поменялся временем. Пришлось поддерживать тебя даже. Ну, искренне, искренне. Вот. Мне интересно очень сильно. Кайф. Обращался ли к психотерапевту? Да, да. Я в это верю больше, чем в астрологию, скажу честно. Чем в втором. Пусть ты потеряла сейчас гигантскую часть аудитории из-за меня. Наверное. Но в это я больше верю, чем в астрологию. Да. Да. Мне кажется, все успешные астрологи, они просто на коннекте с психотерапевтами. Вот и все. Есть такая идея. Иногда просвеживают. Да. Типа ко мне сейчас придет человечек вот этот. Давай-ка быстренько ты мне его распишешь. Угу. Вот. Есть такое. И как твой опыт по ходу к психотерапевту? Ой, классно. Мне нравится. А ты ходишь сейчас? Да, да. Мне приятно. Мне нравится все, что там происходит. Полгода. Полгода, наверное. Пастораживает, нет? Ну, не то, чтобы это какое-то, знаешь, это спа. Да? Нет, слушай. Я иногда от психотерапевта выходила в таких состояниях. И такой, зачем я вообще с собой это делаю? Все нормально же будет. Нет, конечно. Первое время очень тяжело. Первое время вообще тебе хочется уйти. Когда-то я помню летом, прекрасный день летний. Я еду на самокате. И думаю, на ходу ловлюсь на мысли. И думаю, кого бы сбить. Нет. Извини, это просто лично. Все нормально, все нормально. Эмпатия. И я думаю, боже, а зачем я туда еду? Я же выйду с отвратительным настроением, скорее всего. Ну, по опыту. Всегда плохо. То есть ты заходишь туда, у тебя портится настроение, но ты что-то выносишь ценное каждый раз. Да, да. Я уже это рассказывала многократно. Но я от своего первого психоаналитика, 4 года я была в анализе, ушла после летних каникул. Я такая, знаешь, типа, лето, море, все хорошо. Я такая думаю, я больше не хочу. Возвращаться в это. У меня хорошее настроение, у меня все нормально, не надо. И я, собственно, так, ну, то есть завершающие были три сеанса. И он говорит, давайте в какую точку мы пришли, что вы не хотите идти дальше. А я такая, все три сеанса, я больше не хочу, я больше не приду. Но он, правда, уже на третьем сеансе сдался, понял, что уже просто начали завершать. Ну, я прям ни в какой. И у меня ровно было ощущение, не надо портить мне настроение. У меня все хорошо. Вот, поэтому, да. Так и есть. Ну, классно. Спасибо, что ты поделился, что у тебя классный опыт, да. Мы же снимаем порог, снижаем порог входа в кабинет психолога. И благодаря гостям, собственно, это и делаем. Итак, это чужие письма. Я читаю письмо зрителя. Спасибо большое, что вы пишете письма. Я читаю все письма, которые мне присылаете. Сейчас я читаю письмо зрителя. Мы его с тобой разбираем. Я через призму психоанализа, через призму комедии, житейской мудрости. Это имеется. Вот, а потом ты читаешь свое письмо, и мы про него тоже поговорим. Погнали? Супер, да, погнали. Итак, здравствуйте. Мне 42 года, я жена второй раз. Вторая жена, как и первая, ушла от меня. Первой просто захотелось что-то новенького, чего-то новенького, наверное. А вот вторая устала от постоянной бытовой ругани и решила, что имеет право разрушить нашу семью и уйти. Да, это моя к ней претензия. Ушла она с ребенком. Мы живем отдельно уже больше пяти лет. Я помогаю им в меру необходимости. Общаюсь, дружу и люблю дочку. Пытаюсь поддерживать с ними хорошее отношение из уважения. Любовь к жене давно прошла. И да, мы не развелись. Она говорит, если хочешь, разводись. А вот я не понимаю, почему до сих пор не развелся. Никак не могу себе это объяснить. Один раз сходил, увидел, сколько надо собрать разных бумажек и развернулся в сторону дома. Никак не могу понять, почему рука не поднимается, как будто у меня в голове эта функция выключена. Это была первая проблема. Вторая заключается в том, что за эти уже более пяти лет я никак не найду себе подходящую женщину. Умудрился влюбиться в замужнюю, но с ней постоянные эмоциональные качели. Неделя все хорошо, месяц плохо. Психует по любому поводу. У меня и меня приводит порой в бешенство. Понимаю, что отношения эти не приведут ни к чему хорошему. Но вот уже лет пять так живу. Она с мужем у себя, я у себя. Во время ссор пытаюсь вытянуть себя из этого, соглашаясь на какие-то редкие знакомства с другими женщинами. Но каждый раз что-то все не так. Потом опять мирюсь с качелями. Потом опять ссора. И так по кругу. Никак не вылезти из этого. Никак не найти хорошую, подходящую, холостую, заботливую, любящую меня, женщину. Беда, три точки. Спасибо, что прочитали мое письмо. Если разберете его на передаче, буду очень благодарен. В надежде услышать какую-то подсказку для дальнейших действий по жизни. Интересная жизнь. Интересная судьба. Блин, мне кажется, он все-таки так и хочет, чтобы так было. Видишь, он даже с одной женщиной находится в отношениях, но когда они ссорятся, он идет искать еще другую. На замену. То есть ему не интересно с одним человеком долго. Вот и все. Все, письмо закрыто. Дело раскрыто. Или тебе есть что добавить. Или. Я такая, ну в целом, в целом. По большому счету, ты не поспоришь, согласитесь. Это точно все устраивает человека, если он не меняется. Для меня это письмо написано суперинфантильным человеком. Потому что как будто бы все не его решение. То есть жена ушла, девушка, с которой она тоже принимает сама решение, а он как будто не готов принимать никакие решения и просто, ну и, например, развестись. Потому что мы прекрасно же понимаем, что тот, кто хочет развестись или поменять фамилию, ты эти бумаги все соберешь в течение суток. А если ты не хочешь есть какие-то блоки, то ты этого и не делаешь. Плюс тут как с поликлиниками. Он сейчас официально прикреплен к одной женщине. У него с другой не получится. Он будет приходить, ему будут в регистратуре говорить, мужчина, идите туда, где вот у вас здесь написано. Ну по факту так и есть. Потому что когда мы думаем о том, что люди не живут вместе, и он говорит, что чувства прошли, но при этом остается прикреплен к жене, то мы думаем о том, что брак – это инициация. Когда вопрос заходит о том, важен ли штамп в паспорте или нет. Понятно, что можно занимать любую позицию, и вы все их принимаете. Но важно понимать, что штамп в паспорте – это инициация. Когда ты приобретаешь новое свойство. То есть ты становишься женой. Да, ну то есть какие у нас есть инициации? Это там, не знаю, посвящение в рыцаре, крещение, обрезание. Это все, ну как бы это все инициации. То есть это какая-то вот эта вот… Так и есть. Ну то есть новое свойство ты приобретаешь, правильно? То есть ты в другом статусе находишься. А он до сих пор, не расторгнув брак, остается в статусе мужа. И, кстати, это довольно часто происходит, и много писем пишут с похожей проблемой, что ты как будто бы думаешь, что вы не живете вместе, и бумаги – это всего лишь формальность, но с большей или меньшей степенью осознанности остаешься мужем или женой. Остаешься в браке. И тогда, вероятнее всего, то есть отвечая на вопрос автора письма, что же ты с этим сделать, как мне встретить, да, вот эту вот холостую, заботливую и так далее, ну как будто бы есть идея, что пока ты не, ну как бы не прервешь предыдущую историю, ты будешь встречать по типу людей, которые подходят условно под любовника. Да, ну то есть будешь выбирать людей, у которых есть качество для редких встреч, для эмоциональных качелей, для того, чтобы какое-то время вместе провести, а потом какое-то время жить в брось, условно говоря, потому что очень, ну, очень тяжело, да, когда ты находишься в статусе жены или мужа, встретить партнера, который будет отвечать, ну, то есть твоим, там, ожиданиям относительно партнера, как мужа или парня. Да, да, сто процентов. То есть надо начать с того, что нужно развестись вообще окончательно, либо вернуться и поговорить с женой. Если не хочется разводиться ни ей, ни ему, да, вряд ли же это дело в бумагах, что они такие просто, меня напугало количество бумаг. Все равно, значит, что-то между ними, ну, есть какая-то недосказанность, недозавершенность. Мне кажется, очень круто подметил, это же вот как раз вот эта инфантильная позиция, я уже прикреплен к этой женщине, можно я уже хоть раз это решение принял, можно я ничего больше не буду делать? Я прикреплен и прикреплен, да, а дальше я уже, типа, решу сам, как я хочу. Возможно, он очень сильно боится, что ему придется заново через это пройти, найти опять женщину, опять довериться ей, опять жениться, и что он чувствует себя сейчас незащищенным, потому что вот один раз уже случилось, у меня есть какой-то опыт еще с другими женщинами, они все такие же, поэтому пусть лучше это вот остается там вот, где было, сзади и позади, и я больше никогда к этому не приду. Тут, знаешь, я еще думаю, о чем, ну, то есть какую гипотезу я могу еще предложить, если думать о структуре личности по Эрику Берну, что есть ребенок, взрослый и родитель. Мы все знаем. Так, да. Кто знает, поаплодируйте. У меня вообще... Ну, ничего себе. Конечно. Ну, я рассказываю, что в нас живет ребенок, взрослый и родитель. Ребенок – это вот наше естество. Здорово, когда он у нас остается, когда мы можем радоваться непосредственно каким-то вещам, даже самым простым. И важно это не терять для радости жизни. Есть родители, это, условно говоря, свод правил, которые передали нам наши родители. Какие-то установки, законы, это вот родительская фигура. И взрослый, да, ну, если там перекладывать на язык Фрейда, то это, собственно, наше эго, да. То есть мы взяли важное, ценное от родителей себе и что-то не взяли, что нам не подходит, и добавили что-то свое из опыта жизни, и это вот нас формирует, это вот и являемся мы. Поэтому еще хотелось бы автору письма сказать, что можно подумать по поводу решений, которые он принимает, и с какой части он их принимает. Потому что, читая письмо, есть ощущение, как будто из детской. Не хочу ничего решать, не хочу никакие бумаги собирать, да. Жена ушла с дочерью, так это все, знаешь, все от него вот как, ну, то есть он вообще такой, жена с дочерью ушла. Это устраивает истерики, все виноваты вокруг, кроме меня. Ну да, как будто бы вот я вот об этом не подумала. Да, возможно. Задумайся. Слушай, а какое у тебя отношение к браку? Слушай, я надеюсь, что один раз на всю жизнь. Вот, все, я сейчас женат. А. Да, уже несколько лет. Я не помню, сколько. Ну, мы вместе, типа, шесть лет. Больше шести лет, да, женаты, наверное, вот два года. Да, в 2022, по-моему, мы женились официально. Интересно, потому что, если вы коснулись темы вот этого штампа в паспорте, да, то есть я так понимаю, что для тебя это тоже был, ну, как бы важный момент, да? Нет, на самом деле я в этом плане тоже инфантильный очень. Это если бы жена не захотела, я думаю, я бы никогда бы сам не настоял, что вот пойдем, все, надо узаконить. Меня все устраивает. Зачем? Она в итоге даже мою фамилию не взяла, то есть она под своей фамилией. Меня тоже это никак не трогает, не волнует абсолютно. Это ее желание. А кто-нибудь есть, кто замужем, женатый и не взял тоже фамилию мужа? Я сейчас прошу, кто-то взял, и еще никто вообще не похлопывал. А кто-то взял? Остальные просто не выжили. Я думаю, многим мужчинам же это очень важно. Ну, наверное, да. Я не буду брать твою фамилию. Но я знаю, что есть позиция, ну, там, не знаю, моих знакомых девчонок, что не беру фамилию мужа, а потом рождается ребенок, и мне моя подруга сказала, такое ощущение, что они родственники, а я нет. Еще кто-то у меня был. Так ребенку можно дать третью вообще фамилию. Почему я? У меня подружка сказала, что она еще родила ребенка, который копия ее муж, а она как будто украла его, да? Вот. И она говорит, в какой-то момент, почему я приняла решение все-таки взять фамилию, она говорит, мы в отеле, ну, типа, регистрируемся в отеле, и я понимаю, в какой-то момент, что, ну, то есть папа, ну, и там, и дочка, и я няня. Да, ее в отдельной номере. Ну, то есть, потому что она настолько не похожа на нее. Наверное, говорит, а няня с вами жить будет? Она такая, прилетаю, не пугает бюрократия, я меняю фамилию, она себе. Ну, расскажи нам что-нибудь еще. Как дела? Ты про мое письмо или с анекдота? Начнем. Давай. Анекдот? Анекдот. Купец. Что-то больше, чем я знаю, давай тогда уже рассказывай. Это длинная история, это очень короткая, очень длинная история. Ну, уже тоже зрители хотят узнать. Да, прочитайте мое письмо тебе. Нет, давай анекдот. А? Давай анекдот. Анекдот он уже был. Все. Это самый первый в истории анекдот. Он просто так звучит, купец. Люди смеялись в то время, ребят, и в это время, видишь, что же случилось. У тебя и прическа, да, как купец Калашников. Похож, да, я как будто из того времени. Я пытаюсь еще какой-то фактуры таким. Это просто из большого шоу. Приколы, отсылки туда. Все, я поняла. Если ты не смотрела, ты не поймешь, ребята смотрели. Вот поэтому. Ну что, разобрали письмо? Да? Вроде да. Мы можем еще потоптаться на этом человеке. Ну, если подводить итог, да, относительно письма, очень инфантильная позиция, да, человек остался до сих пор с большей или меньшей степенью осознанности в браке, который устраивал его или нет. Поэтому, отвечая на вопрос, чтобы двигаться дальше, нужно разобраться с предыдущим. И как будто у меня есть идея и совет о том, что подумайте, с какой части вы принимаете решения, и тогда, может быть, станет проще их принимать и что-то про себя больше поймете. Я вижу, что даже вот написал человек, что не могу развестись, никак не могу понять, почему рука не поднимается. То есть даже не он, а рука опять виновата. Да, 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 да. Что я бы рад, но вот эта с***а не поднимается. Очень точно. Не, это правда, очень сложно. Я понимаю, как человек, наверное, переживает, и я бы хотел пожелать ему, чтобы все получилось, но для этого, наверное, нужно, да, собраться. Нужно стать чуть серьезнее, чуть сильнее. Все, что вот это нужно мужикам обычно. Оно иногда нужно, действительно. Немножко сексизма в чате. Не, женщинам тоже нужно, но здесь уже мы разбираем мужчину конкретно. Ему нужно вот это все. Тоже верно. Ну, да, просто это часто встречающаяся ситуация, действительно, как будто важно для себя понимать, потому что часто как будто мы себя обманываем тем, что, ну, вот если нужно будет зачем-то, да, то уже тогда разведемся или закончим там отношения, если, ну, оказия будет. Вот, ну, по правде говоря, как будто это действительно очень непростой, но важный шаг. Да, да, увидел, сколько бумажек надо собрать, развернулся в сторону дома. Это же тоже как будто самое простое, самое легкое, что можно сделать в этой ситуации. Но если ты решил, если ты понимаешь, что ты взрослая личность, надо взять и сделать до конца. Либо, опять же, поговорить с женой. Возможно, не просто так, ни она, ни ты не хочешь разводиться. Ну, да, и вообще вот эта идея про то, из какой части мы принимаем решение, она иногда очень помогает понять про себя что-то, потому что иногда мы действительно не понимаем, почему так или иначе, да, и, собственно, эту теорию, да, про вот эти части, ее можно экстраполировать на любую ситуацию, когда ты принимаешь решение и задать себе вопрос, из какой части ты принимаешь это решение. Да, из детской части или из родительской, потому что так правильно так надо, но, может быть, ты так и не хочешь, да? Это точно не родительская, это точно не родительская. Ну да, или из взрослой части, когда ты, ну, то есть, когда все это коррелируется внутри тебя, и законы, да, и установки, и одновременно собственные желания. Вот теперь все. Все, теперь все. Так, теперь мое письмо Оле. Теперь твое письмо. Привет, Оля. Я очень долго откладывал момент написания своего письма, поэтому пишу его в ночь на понедельник. Меня просили сделать это до понедельника. И не потому, что я ленивый или у меня нет проблем. Когда меня пригласили в твое шоу, я знал, о чем оно, и знал, что мне нужно будет принести и представить тебе и публике какую-то личную, скрытую от большинства людей проблему. Поэтому первой мыслью было отказаться от приглашения. Проблема в том, что я очень скрытный человек. Я не умею делиться своими настоящими эмоциями, переживаниями. Я почему-то сильно боюсь и считаю, что люди могут использовать это против меня. Осудить, высмеять, разочароваться во мне. Поэтому я отказываюсь от интервью, имею крошечный круг общения и есть мысль, что окажусь людям высокомерным из-за своей закрытости. Я согласился прийти к себе, потому что решил проверить, смогу ли рассказать о себе что-то. Как видишь, не смог. Ну, во-первых, смог, согласитесь. Это же такой ход. Я взял и максимально общую проблему просто принес, чтобы не углубляться в рассказ о каких-то частных. Ну, рассказать о своей уязвимости тоже большой шаг. Согласен. Вот, поэтому все-таки смог, написал. Спасибо. Спасибо, что пришел, да? Да. У тебя, у самого есть идеи, с чем связана твоя закрытость? Нет, идея. Я же тебе говорю. Я описал все свои возможные страхи, что это используют против меня, что во мне разочаруются, либо меня высмеют. Не смеют. Короче, меня не поймут, что меня не примут таким, какой я есть. То есть страх отвержения, да? Ну, да. Да, по сути, это страх быть отдельно от людей и от остальных. Ну, тогда, когда возникает такая тема, да, если об этом думать, как думают об этом психоаналитики, то есть, условно говоря, две гипотезы. Ну, многое закладывается в семье, да, и родители, значимые взрослые, они, в общем-то, формируют наше представление о мире. И если, допустим, родитель тревожный и уязвимый... Родитель один или родитель два? Не уточняет. В смысле, мать, отец? Или неважно вообще любовь? Ну, неважно. Родители, ну, там, родители, родители, родитель, который больше влияет, он тревожный, гиперопекающий, то у ребенка может сложиться паттерн поведения следующим образом, что нельзя рассказывать о том, что плохо, чтобы не разрушить родителя, другого, потому что он настолько тревожный и переживающий, что если у тебя что-то плохо, он начинает нервничать больше, чем ты. И создает... Вот, кивающий, да? 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 Я сама как-то вывезу, только давайте вы тоже без истерики, ладно? Это мои проблемы-то вообще-то. Вот, и когда родитель гиперопекающий, он-то, ну, как бы делает, переживает за ребенка, да, и реагирует на его неудачи еще, ну, как бы, х2, чем ты сам. И тебе помимо того, что у тебя случилась неудача, еще надо выдержать то, что происходит с твоим родителем, который, ну, переживает, да? Да, да. И тогда какой выход у тебя? Не рассказывать, что что-то не так, вообще не открываться. Ну, то есть тогда у тебя, как в школе дела? Нормально. Как с друзьями дела? Нормально. Потому что тебе легче, да? Тебе самому тогда одному легче с этим, ну, как бы, справляться уже как-то чем выносить, вот этот х2. Слушай, но это в случае, если у тебя проблемы, да, грубо говоря, в школе? Да нет, ну, слушай, мы все у нас... А если все хорошо? То есть я из тех людей, которые даже когда все отлично и прекрасно, скажу скорее, да, все нормально. Чтобы не углубляться, не рассказывать, насколько все потрясающе. Слишком радоваться будет за меня, очень неприятно, больше, чем я сам. Я первый ученик в истории вообще школ, который пробил шкалу оценки. У меня один раз шесть было по пятибалльной. И я никому не сказал. Никому не сказал. Это все в секрете, вот впервые об этом говорю сейчас вам. Это очаровательный. Вот, то есть, видишь, я вот здесь вижу несоответствие какое-то чуть-чуть. Это гипотеза. Я тебе говорю, что когда мы сталкиваемся с закрытостью, да, и нежеланием делиться, и вот это у меня все ок, то может быть такой вариант, да, что таким образом, как бы, человек защищается. Или есть еще другая гипотеза, другой вариант. Если мы опять обращаемся, ну, как бы, к родителям, к значимым взрослым, то может быть такое, что родитель сверхтребовательный. И тогда, условно говоря, если у тебя там пять или шесть, то это само собой. А почему ты должен плохо учиться, да? Ну, как бы, это ок. А если у тебя там, не дай бог, три, тоже подходят, да? А если у тебя там вот три, то все плохо. Бегите все опять по пласти. Вот, а если, да, какая-то неудача, то тебя критикуют, тебя поправляют, знаешь, вот из тебя хотят, чтобы ты был каким-то идеальным, знаешь, везде найдут изъян, вот такое вот. И тогда, ну, тут тоже, как бы, как защитный механизм, естественно, включается закрыться и не рассказывать. Потому что ты говоришь о своих каких-то неудачах, делишься какой-то своей уязвимости, тогда ты не вот тот самый, как бы, ребенок, который вот должен быть у этого родителя. И это вот, если об этом думать, как думают психоаналитики, как это может формироваться. И также еще есть, это туда, в ту же копилку, опыт можно приобрести следующий. Опять, если обращаться к родителям, ты можешь что-то рассказывать, делиться чем-то. И тебя сначала слушают такие, да-да-да, да-да-да, рассказывай дальше, дальше, рассказывай дальше, дальше. А на следующий день? Вот так тебя это все, что ты рассказал, все это вот так вот перемешалось, и тебя этой волной снесли просто на завтраке. И ты такой думаешь, я больше вообще никогда в жизни ничего не расскажу. Почему я опять попалась? Попалась. А что ты имеешь в виду, подожди, что при перемене настроения это используют против себя или что? Абсолютно точно. И при перемене настроения, вот это очень точно подметил. И вообще, в принципе, в момент, когда ты рассказываешь, к тебе вроде присоединяются, ты открываешься чуть больше, рассказываешь о каких-то... Девчонки уже за руки сидели. О своих каких-то косяках. Сейчас прыгну. А потом это все. Знаешь, это как в студии, блин. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Когда вот будет, ну, оказия. Так это и звучит, да, конечно. Вот. И тогда, конечно, ты вот шаг за шагом формируешь в себе... У меня все ок. Просто, чтобы за этим не сталкиваться. Вот просто на то, так скажем, сложность, которую ты описал. Вот у меня есть такие гипотезы, как может складываться эта закрытость. Дальше, конечно, мы же это всегда, да, не то, что у нас во всем виновата мать, да. У нас такого нет. Мы понимаем, что есть социум, да, есть социальное опыление, да. И, конечно, мы после семьи попадаем в другие социальные группы, которые тоже либо подтверждают нам полученные травмы, да, как часто бывает, либо, в общем-то... Способствуют заживлению. Либо способствуют заживлению. Ты посмотри, как ты всегда хорошо, куда ты его мочишь. Либо способствуют заживлению, либо ретравматизация. Мне захватит, что хотелось сказать. Но было у кого-то вот компания друзей или общество, в которые попали в школе, в университете, которые способствовали заживлению? Ну, никогда же? Было? Да, люди, которые эмпатичные. Друзья, да, ты встречаешь? Вот, подруги. Как нам повезло. Как же вам повезло. Да, да, у меня тоже моя подружка, моя Аллочка, любовь, мое обожание. Нет, это, смотри, ты сейчас один человек, подруга твоя. Да. Я имею в виду общество в целом, когда это 5-6 и более человек, когда весь класс, грубо говоря, когда у тебя весь класс адекватных, эмпатичных людей, когда с тобой что-то случилось, они идут тебе помочь, они ржут или там что-то делают вообще в противоположность, короче, помощь. Вот я переходила из одной школы в другую. Это было непросто, да? Когда ты новенький, ну, есть определенные условия, что тебе нужно как-то... На уроке ты еще окей? Все, девчонки, да? Мы как из одной детской с вами, да? Все, все попадает. Ну, водку уберите, ну зачем? Ну, или поделите, да? Ну, то есть я до сих пор вот это помню, что когда урок идет еще окей, а перемены, вот эти 10 минут, вот когда они все друзья друг друга знают, обсуждают, как лето провели, а ты один и не знаешь, куда себя деть, потому что ты никого не знаешь. И вот это вот состояние, оно... Но при этом, ну, там какое-то время прошло, да, я интегрировала, но я прям помню вот эти ощущения, что это прям стрёмно, когда ты новенький. Но при этом я сейчас... У меня же есть подкаст «Раздевалка». Видели, нет? На канале «Чужие письма» «Раздевалка» с Сашей мы вместе. Ты там в белье? Помимо одежды... О, я вслух сказал. Прости. Помимо одежды... Не, «Раздевалка» просто, да. А, «Раздевалка». Название вообще. Хоть понятно тогда к чему, да. Мы там обсуждаем 11 лет школы. Ну, считайте, маленькая жизнь, да? Столько там всего было. И одноклассники, и учителя, и новенькие были, не новенькие. Малащенко приходила ко мне, а она вот эта вот, которая это... Новеньких отшивала. Булер? Да, да, да. Она такая... Ну, так выбираешь в классе вот этого козла, отпущи, необычно. Посмотрите, вообще, офигенный выпуск. О, Лео Боже. Вот это выбираешь. Она говорит, а когда новенькие приходят, это просто мед. Даже выбирать никого не надо. Иди сюда сразу, знаешь, вот это. Вот, ну, а потом я... Ну, сейчас мы вот обсуждаем много, приходят с разными историями. Я вот вспоминаю свой класс, вот в школе, да, в которой училась. У нас были очень классные, добрые пацаны. То есть у нас не было вообще ни буллинга, ни издевательства. Самый классный парень у нас был в классе. Самый красивый в школе. Я с ним встречалась, в кино ходили. Вот, да. Женя Чак, привет. Вот. Он прям супер такой эмпатичный, знаешь, типа, ну, какой-то справедливый. Короче, классный парень. И так как он, знаешь, был как бы вот во главе всей этой компании, и остальные тоже ребята, вот Тёма, Кириллов, мы с ним дружили, вообще классные, добрые. И у нас были ребята, которые, я понимаю, над которыми можно было по Труне, обидевать. Парень был такой, ну, полненький. Никогда. Вот они наоборот. Даже если с другого класса кто-то бы его там, типа, обидел за его непохожесть, знаешь, как сейчас делают дети, они вот, нет, они не дали бы его в обиду. Поэтому, ну, я прям, ну, с какой, с теплом и с благодарностью. Потому что у меня не было такой осознанности в подростковом возрасте. Вот, ну, честно говоря, я могла наверняка, знаешь, какие-то вот, может быть, вещи, там, дружить против кого-то. Ну, так слегка. На харкающий в капюшон. Ну, не такая я, да, была. А? Ну, вот, ну, да. Чуть-чуть такое было. Я представляю тебя. Харкающий в капюшон. Ну, в общем, а ребята были у нас классные. И так как они были, знаешь, каким-то вот таким основным звеном, то вообще не было никаких сложных. Ну, какие-то такие мелкие были истории. Поэтому, ребята, вообще спасибо вам. Вы классные. Эта школа бы так была. Хоть уже и взрослые. Хоть уже и взрослые, да. Поэтому, как бы, в целом, если ты говоришь про опыт группы, которая тебя принимает, да, то когда я пережила этот период, который, ну, просто для меня был сенситивный, когда ты новенький, ты все это ощущаешь. Для них 10 минут пролетает, они даже не видят, ну, как бы, ну, не знают твое состояние. А ты внутри уже вот это быстрей бы звонок, урок начался, я не знаю, куда себя притянуть. Вот. То, наверное, в какой-то степени, ну, то есть, вот этот мой класс, он был поддерживающий, да. Это супер, это супер. Тебе очень повезло. У меня тоже не было такого, что меня прям булили, и я был забитым. Меня всем жаль. Нет. Вот должно быть, извини, что я тебе говорю, должен же быть какой-то опыт у тебя, что ты открылся, и в этот момент испытал какие-то неприятные чувства, и решил, что я не буду больше это делать. И я не хочу... Сто процентов, конечно, конечно. Я еще не вспомню конкретный случай, но я думаю, да. Потому что иначе это бы сработало в другую сторону, что я бы начал там открываться, открываться, и в конце концов бы не боялся этого дела. Но у тебя это по ощущениям? Это вот что-то из того, что я приводила пример в детско-родительских отношениях? Или это... Думаю, да, конечно. В детско-родительских. Конечно, сто процентов из детства, да. Из раннего. А тебя откликнуло что-то еще из того, что я сказала? Взаимоотношения с родителями? Слушай, да, да, конечно. Конечно, ну а у кого из нас не волнующаяся мать, которая переживает за тебя сильнее всего, потому что ты аж третий ее ребенок. Всего лишь третий. Надо беречь себя очень сильно. Поэтому да. Ну то есть это тревога и вот такое сверхопекательство и переживание? Ну не прям сверх, не то чтобы там меня никуда не отпускали и всегда сиди дома, нет. Но тревожность, да, конечно. Когда всегда худший, когда тебе дома нет, ты не позвонил, не сообщил где-то, всегда, конечно же, сразу худший вариант у матери, что тебя раздавило экскаватором. Всегда. Который еще и подожгли потом. То есть тут самый же большой интерес вызывает то, что почему всегда только в худшую сторону люди думают. Видишь, ну допустим, да, ты не берешь трубку, но есть же вариант, сел телефон, ты увлеченно играешь с друзьями, ешь лошадь живую. Какие-то развлечения детские. А всегда, да, мысли идут обязательно в ужас. В катастрофу, в ужас. И, естественно, из-за этого ты начинаешь нагнетать и переживать сильно. Но это я сейчас так говорю, потому что у меня нет своих детей. Возможно, да, мы же не знаем, какими родителями мы будем. Нет, это понятно. Но если отзывается, да, что, ну, как бы, вы заметите наши детско-родительские отношения, то это понятно. А ты говорил еще о том, что как будто бы твое откровение может использоваться против тебя быть. Да, да, да. Ну, это как, знаешь, это в профессии моей, что ты что-то о себе расскажешь, тебя потом за это стебут, грубо говоря. В прожарке. Да, да, грубо говоря. Ну, один раз, два, ты можешь понять, что это шутка, а когда это затягивается вообще, то, конечно же, ты начинаешь думать, блин, может, не надо было рассказывать тогда совсем. Вообще, юмор, есть теория, что юмор — это общественно одобряемая пассивная агрессия. Да. В целом, что все, когда мы шутим про человека в чью-то сторону конкретно, то мы пытаемся свою агрессию в его сторону таким образом выразить. Вот, не в открыт. Да, да, есть такое. Есть еще ощущение, что улыбка — это оскал. Да. Ну, когда ты шутишь и вот так смеешься, показываешь свои клыки тоже собеседнику, чтобы не расслаблялся. Поэтому видишь, что ты еще и профессия моя заставляет меня, типа, иногда над этим задумываться. Слушай, ну, интересно, что как будто вот ты написал письмо про то, что, ну, я знаю, про что проект, и как будто бы не собирался идти, потому что нужно, как будто что-то нужно про себя рассказать, да? Не могу написать письмо про то, что я ничего не могу рассказать. И ты продолжаешь оставаться в этой позиции, знаешь, таких коротких ответов, чтобы лишнего не сказать. Потому что когда тебе задают вопрос, да, есть ощущение, что ты начинаешь отвечать, и потом у тебя мысль идет дальше, ты как-то вот раскрываешься, чего ты не хочешь делать. Конечно, конечно. А у тебя прям вот это вот, Оль, ты спросила вот это? Я вот ответил. Точка. Ну, сейчас это полезный навык в наше время. Держать язык за зубами. Да. Возможно, с ним не так легко, видишь, как хотелось бы, но хотел бы я от этого избавиться. Думаю, что да, потому что, мне кажется, открытость и свобода полная делает тебя неуязвимым. Неуязвимым. Когда ты полностью здоров, свободен, открыт, ты можешь сообщать людям все, что тебе приходит в голову, и это никак тебя никогда не тронет. Да, за исключением там каких-то редких случаев. Поэтому я бы, наверное, хотел все равно прийти к тому, чтобы справиться с этим. Слушай, ну вот для меня, например, коммуникация с другими людьми это огромный ресурс. То есть я несколько раз на протяжении своей жизни ловила себя на том, что когда я оказываюсь изолирована от круга общения, причем не только близких людей, а может быть, условно, там 100 человек, которые я в Москве знаю за всю свою жизнь, с которыми ты случайно встречаешься на улице, смолток у вас происходит. Это обмен энергии. Для меня это очень важно. Я когда месяцами отсутствовала в России, я понимала, что я с каждым днем чахну, как вот этот цветочек в горшке, потому что мне нужно общение. Ты говоришь о том, что у тебя очень узкий круг друзей. Где твой источник энергии? Какие у тебя есть удовольствия? Или вот куда ты себя посвящаешь? Блин, не знаю. Ты врасплох меня застала. Куда я деваю энергию? Откуда ты ее берешь? Я сплю. Ну то есть что тебе доставить? Давайте так, что... Постал, поел, да. От чего ты получаешь удовольствие? Давай я так справляю. Да, от всего же, от чего остальные люди. Мы не узнаем его лучше на этой передаче. Ну нет, смотри... От всего, что мне доставляет удовольствие. Я получаю удовольствие. Что тебе нравится? Мне нравится все, что мне нравится. А что ты любишь есть? Какие твои любимые кухни? Я люблю есть то, что мне нравится есть. Еда, сон. Можно я за тебя выслушаю? Еда, сон, отдых. Так. Приятное общение. Интересное общение. Если ты что-то приятное, интересное увидел, посмотрел, где-то побывал в интересном, приятном месте. Где-то побывал, что-то посмотрел, что-то поел. Ну, а я просто не знаю, что конкретно я могу тебе ответить? Откуда я получаю удовольствие? От чего? Шоколад. Конкретно? Уже что-то. Но это в целом же, да. Это когда ты что-то поел приятное. От успехов на работе, когда что-то получается. Обязательно. Все мы от этого веселимся, поэтому... Что еще? Быстрая езда на автомобиле. Так. Вот. Или просто скорость в целом. Это последний выпуск со мной. Он ехал в поезде на метро. На вагоне. Потому что любил скорость. Нет, последнее это чрезвычайное прощество. Да, да, да. Вот. Ну, в целом все, наверное. Что еще? Животные нет. Ни в каком виде. Хобби? Хобби. Да у меня их как таковых нет, если честно. Я тоже недавно задумался над тем, что у меня есть хобби это слушать музыку. Разговаривать с женой. Смотреть с женой что-то. Такие хобби. Ну, вообще прикольно, когда есть в жизни человек, с которым классно смотреть что-то, например, сериалы, да? Есть же такое, что вот есть, да? Просто вы можете это обсудить, подметить какие-то моменты, что-то посмаковать. С одной стороны, кто-то из вас обязательно предаст друг друга и посмотрит, и посмотрит. Давайте аплодисменты, кто сталкивался с этим, да? Всем предателем. Серьезно, особенно когда мы поругались, ты без него этот сериал не досматриваешь, а он его посмотрел. Что хуже? Это предательство, я считаю. Это предательство, да. Это предательство. Я не знаю, как так можно. Поэтому не сближайтесь с ней с кем. Смотри сериалы. У каждого должен быть свой сериал. У каждого должен быть свой сериал. Но верх, верх искусства, это когда ты посмотрел что-то, а потом, не рассказывая своей второй половине, смотришь с ней, делая вид, что это первый раз. Я так делала. Кто так делал? Да? Я так делала. Давай посмотрим. Нет, конечно, не смотрела. Это просто внутри крыса гигантская. Да. Я единственное, я вот когда так делала, последний раз, когда я делала вид, что я не смотрела, что я смотрела, я когда не смотрела, я очень легко, знаешь, выкидываю гипотезы, что будет дальше, да, вот, ну, как этот герой себя поведет, или даю какие-то комментарии. А когда я смотрела, мне неловко что-то комментировать, ну, я же видела этот выпуск до конца, ну, там, или эту серию, да, и я, конечно, сама себя лишаю этого удовольствия и комментария, потому что я сижу такая, знаешь, тихонечко. Ну, я поимела тебя. Ну, и, в общем-то, кто удовольствия ты не получил в итоге? Да. Вот. Ну, что мы узнали про вашего Сашу? Он любит шоколад и скорость. Еще люблю свою жену. Да, и любишь свою жену, это всегда очень приятно. Я люблю цветы еще. Цветы? Да. Ой, я тоже, да, первые. И живые, и мертвые, и какими бы они. Ну, в смысле, и которые растут, и которые срезаны, как... Да, я люблю очень цветы, вот, потому что в какой-то момент... Халву? Да. Халву. Папа мой тоже любит халву. Вот, видишь, сейчас мы общее с каждым найдем. Так, еще что? Ну, давай, накидай нам. Я очень люблю... Блин, я знаете, что люблю. А вы думаете, как мы это будем против него использовать? Да, я люблю чистить снег. Для меня это очень классное время. Вот это, да, лопатинка? Да, когда он нападал идеальным слоем, когда еще не очень тяжело. Прикол, я понимаю. Еще главное, быстрый видимый результат, потому что ты почистили все. Абсолютно. И вот эта вот полигональность, ровность, которая получается, как будто в Майнкрафте. Вот. Прикольно. Ну, это из такого неинтересного, что я люблю. Прикольно. Ты, наверное, любишь еще, чтобы все было чисто, ровно, да? Да, да. Я тоже люблю. Это беда? Не знаю. Я, например, люблю очень посуду мыть. Во-первых, вода. Да, во-первых, я воду обожаю. Теплая водичка. А ты в душе можешь прям плодить? Ухожу с тазом с этой грязной посудой в душе. И стою такая с тем тарелкой. Нет, мне нравится, во-первых, вода. А главное, мне нравится, что становится чисто. Вот это вот у меня все должно быть чисто. Вот это все сполосано. Вот это вот. И главное, видимый результат сразу. Я, например, если тревожусь, например, чаще всего вот такая вот тревога, когда ты ждешь какого-то решения или ответа, или звонка, да? Тебе некуда себя деть. Я начинаю убираться. И получаю от этого колоссальное удовольствие. Да? Ты просто все вымываешь, вытираешь. Причем я такой вот, если я уже... У меня вообще не должно быть ни сориночки, ни чего. То есть вот это все два раза с мылом, потом без мыла. Вот эта вот вся кухня. Откуда это? Почему вот тревожность трансформируется вот в это желание? Ну, ты мне считаешь, что сублимируешь тревожность. Вот этим действием. Ну, во-первых, это ручной труд. Он успокаивает. То есть ты делаешь что-то руками. То есть ты свой мозг переключаешь на что-то. То есть ты не остаешься в вакууме ожидания, которые поднимают тревогу, а ты мозг переключаешь на действие. Потому что твой мозг должен включиться для того, что ты взял. Ну, то есть много-много всего. Тебя это немножко переключает. Это успокаивает, потому что это последовательное действие в твоем темпе, который ты выбрал. И что для меня немаловажный видимый результат. Потому что, например, профессия, которой занимаюсь я, если вообще думать о работе психолога, то это вот такая игра в долгую. Как мы всегда говорим про психоанализ. Долго, дорого и не точно. И поэтому, конечно, когда ты что-то сделал, снег почистил, и у тебя все идеально, чисто, ровно. Вот все. И ты выдохнул. Завершенный акт, так скажем. Ну, точно так же для меня, например, с мытьем посуды или какой-то уборкой. То есть вот ты все, выдыхаешь, ты это сделал и получил удовольствие от этого. И переключился. И руки высохли к чертям собачьим. После моющего. У тебя нет такой проблемы? Повезло. Я тоже люблю мыть посуду, но у меня очень сильно сохнет кожа. Да. Поэтому приходится отказывать себе удовольствием. Перчаточки. Просто лежу. Не-не-не. Не, не надо. Уже для профессионала. Согласна, я тоже на самом деле. Никаких перчаток. Нет, все ручками. Так, какие у нас еще? Смотри, вот видишь, мы с тобой нашли общий кайф в том, чтобы что-то завершить до конца. Порядок люблю, вот, да, тоже. Я тоже. Чистоту, порядок, чтобы все было сложено аккуратно. Есть такое, что вот у меня, я не уйду спать, если я, допустим, после ужина там не уберу посуду или даже там какие-то стаканы встал, потому что я, может, даже лень. Я хочу спать. Но это хуже, чем с утра выйти, и у тебя будет грязная тарелка стоять. Это как прийти в пятницу со школы и сделать уроки на понедельник. Вы делали так? В пятницу делаешь уроки на понедельник. Чтобы в воскресенье потом не делать? Да. Потому что в пятницу еще как бы рабочий день. Да, да. Но это меня бабушка так научила. Я вот с уроками, да, она такая, типа, из разряда давай сразу отстреляемся, потом будем отдыхать. Типа, что ждать? Только ты со школы пришла, еще отдышаться не успела. Тебе 20 минут дали, такие, садимся, делаем. Ну ты, говорит, сейчас ты там отстреляешься. И физкультуру сделай. Иди на улицу, сделай физкультуру. На понедельник. Ну, на самом деле, это правильно. Хоть тебе в этот момент у тебя сопротивление, ты только из школы пришел, не хочется. Но, конечно, вот чередуя лет, понимаешь? Хочется включить комиссар Рекс по телевизору. Скажи. Да. Было у вас? Так. Так, что я еще люблю? Я люблю различный классный хлеб какой-нибудь интересный. Без комментариев просто. Потом. Я люблю... Да я люблю жизнь. Это достойно аплодисментов. Я только что прозрел. Я не зря пришел. Ну, смотри, халва, мыть посуду, учить уроки с пятницы на понедельник, тратим время, сливая килограммы денег. Что? Было где-то такое, да? Рифма. Так, вот. И поэтому, в целом, я люблю жизнь, получается. Работу люблю. Жену, цветы. Животные? Нет, извините. Только если они не мои. Как и дети. Ну что ж, это были чужие письма, и мы чуть лучше узнали... Чужие удовольствия. Это были чужие письма, чужие удовольствия. И мы чуть лучше узнали Сашу, Машу. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо.